Территория в 3,5 гектара, на которой есть и спортивная площадка, и лук, а также пруд и место для грядок. Все ухоженное и красивое. Украшают территорию и декоративные фигуры, созданные руками проживающих и посещающих творческие объединения. Само трехэтажное здание дома-интерната в Красной Слободе – это бывшее здание школы-интерната. На первом этаже тут расположены административные кабинеты, библиотека, комнаты для занятий по интересам, а на втором и третьем – спальни. Благодаря слаженной работе коллектива нашего учреждения и людей, которые здесь проживают, созданы комфортные условия для проживания тех людей, которые сюда помещаются и оказались в тяжелых жизненных ситуациях. Но, в принципе, наша основная задача – это не только создание комфортных условий, максимально приближенных к домашним, но и развитие и сохранение тех навыков и умений, которые по каким-либо причинам были людьми утеряны. На данный момент здесь 127 проживающих от 18 лет и старше. Есть люди, способные к самостоятельному передвижению, а есть и такие, которым необходима круглосуточная помощь. После проведения модернизации наше учреждение может быть рассчитано на 185 человек. То есть наше учреждение сможет принять 185 человек. За такой вот помощью сюда переезжают со всей Минской области. У кого-то травмы после несчастного случая, у других – врожденные особенности развития. Спальни совсем не напоминают больничные палаты, скорее больше похожи на комнаты в санатории. В расписании дня, помимо приемов пищи и прогулок, обязательно занятия в группах по интересам. Вот, например, очумелые ручки и лечебно-трудовая мастерская «Сувенир». Ребята, получается, что они делают изделия в разных техниках. Здесь идет, можно вот посмотреть, и бисероплетение, и плетение из бумажной лозы. Далее же вязание крючком, вязание на спицах. Также не только эти техники, но еще используются различные материалы и смешиванные техники используются. Здесь и природный материал, здесь и померан, также различный пластик, также делаются различные цветы и так далее. И изготавливаются также произведения искусства, изделия, которые потом в дальнейшем реализуются на выездных выставках. Это сувениры небольшие, которые пользуются спросом. К различным праздникам Пасхи, Рождеству создают проживающие свои маленькие шедевры. И это не только терапия, но и возможность для них почувствовать себя нужными в жизни. С удовольствием посещают и мужчины, и женщины кулинарные занятия. Картошечка отварная наша и как запеченный. Сюда работать случайные люди не приходят. Да и работы, говорят, назвать это нельзя. Этим надо жить, иначе не получится. Данное мероприятие мы проводим в рамках оказания услуг в сопровождаемое проживание. Целью которых является восстановление утраченных умений, навыков для дальнейшего самостоятельного проживания. Мы надеемся на это. А также улучшение качества жизни людей с инвалидностью путем максимального приближения условий проживания к домашней обстановке. Обязательно для проживающих двигательная активность по показаниям. Теплицы поливаю, по полку делаю. Ну так, как на Даши дома. Давно здесь живете? Как только заселить. Уже и первый урожай сняли. Редис, огурцы, зелень. Летом уха на свежем воздухе и пикники. В общем, обычные будни обычных людей. Только для каждого из них небольшой прогресс в любом деле – это уже большая победа.